Песня Песня Из беседы святителя Анна Златоустова на Матфея 5 глава 23-24 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником. И пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда прийди и принеси дар твой. О благость, о неизлаголанное человеколюбие, какая крутость сможет сравниться с той, которая выражается в этих словах. Пусть, говорит он, прервется и служение мне, только бы сохранилась твоя любовь. Потому что и то жертва, когда кто примирится с братом. Потому-то он не говорит, примирись по принесению или прежде принеси дар, но посылает примириться с братом, когда дар лежит пред алтарем, и жертвоприношение уже начато. Не велит взять с собой принесенный дар, не говорит, примирись прежде, нежели принесешь его, но повелевает бежать к брату и оставив дар пред алтарем. Для чего же повелевает он так поступать? Как мне кажется, он имел двоякую цель. Во-первых, как я уже сказал, он хотел показать, что высоко ценит любовь и почитает ее величайшую жертвою. И без нее не принимает и жертвы вещественные. Во-вторых, хотел поставить в необходимую обязанность примирение с ближним. В самом деле, тот, кому верен принести дар, не прежде как примирившись, конечно поспешит прийти к оскорбленному и прекратит вражду. Если не по любви к ближнему, то по крайней мере для того, чтобы жертвоприношение не осталось напрасным. Для того Господь каждому слову и придает особенную выразительность, устрашая и погружая приносящего. В самом деле, не сказал он только оставь там дар твой, но превесокупил пред жертвенникам, чтобы напоминанием о священном месте привести его в страх. Не сказал только и пойди, но превесокупил прежде, и тогда прийди и принеси дар твой. Через все это он показывает, что трапезы Господни не допускают к себе враждующих друг против друга. Пойди, прежде примирись с братом твоим. Здесь Христос посылает обидевшего к обиженному, а научая молитве, ведет обиженного к обидевшему и примиряет их. Здесь говорит, если брат твой имеет что-нибудь против тебя, пойди прежде, примирись с братом твоим. А там говорит, если будете прощать людям, согрешение их. Впрочем, и здесь, мне кажется, он посылает обиженного, потому что не говорит, попроси брата твоего, чтобы он примирился с тобой, но просто примирись. И хотя, по-видимому, речь здесь обращена к оскорбившему, но все относится к оскорбленному. Если ты, говорит, примиришься с ним из любви к нему, то и я к тебе буду милостив, и ты можешь приносить жертву с полным дерзновением. Если же гнев еще пылает в тебе, то представь, что я сам охотно соглашусь на то, чтобы ты оставил на время жертву, только бы вам сделаться друзьями. Притом, он не сказал, помирись, когда ты сильно обижен, но сделай это и тогда, когда оскорбление будет маловажным, если брат твой имеет что-нибудь против тебя. И не сказал так же, когда ты гневаешь справедливо или несправедливо, но просто, если брат твой имеет что-нибудь против тебя, хотя бы даже гнев твой был справедлив, и тогда не должно питать вражды. Так и Христос, невзирая на то, что гнев его против нас был праведен, предал себя самого за нас на заклание, не вменяя нам грехов наших. Потому и Павел, другим образом, побуждая нас к примирению, сказал, солнце да не зайдет во гневе вашем. Как Христос побуждает нас к примирению, указывая время жертвы, так и Павел увещевает нас к тому же самому, указывая на время дня. В продолжении дня многие могут отвлекать и отторгать нас от гнева, а ночью, когда человек остается один и вдается в думы, волны вздымаются сильнее и сильнее, и буря свирепствует с большей яростью. Предупреждая это, Павел и хочет, чтобы мы, примирившись, встречали ночь, чтобы дьявол не воспользовался нашим уединением и не разжег сильнее печь гнева. Аминь. Миром Божиим, кто готовился к Христу, и оставайтесь.